ДОСААФ РОССИИ ДОСААФ состоялись соревнования по водно-моторному спорту, а на картодроме сильнейшего выявляли в чемпионате Омской области по картингу. ДОСААФ РОССИИ Основным событием на фестивале все же стала сдача норм комплекса ГТО. Омская область стала одной из первых, опробирующих возвращение системы пропаганды спорта. Сегодня мы с вами в преддверии 1 сентября начинаем ходить в жизнь комплекс ГТО, который сегодня вы достойно попробуете уже здесь и знать свои возможности, и носить достойно на груди значок золотой или серебряный значок, независимо от того, на какой вы физической форме. Александр Фабрицус вместе с Михаилом Расиным открыли программу сдачи норм ГТО, сделав по две попытки в метании гранаты и прыжках в длину. В комплекс также вошли подтягивания на перекладине для мужчин, подъем туловища для женщин, бег на 100 метров, кросс на 1500 метров. Настроение хорошее, проверить себя, насколько смогу взять нормативы, на что я вообще способен. Ну, вообще когда-нибудь бросал гранаты? Бросал, что ли? Как золотой? Ну, так, средненько. Это как бы нормативы времен СССР, ну и что за них бились все молодые юноши и девушки. Я пришел сюда, чтобы получить хотя бы серебряный значок, но следующий год уже можно постараться и на золотой. Я чувствую, что ребята уже соскучились по физической культуре и спорту, они с удовольствием приходят. И таких мероприятий должно быть больше. В итоге состязаний сдачу норм ГТО подтвердили серебряными нагрудными знаками 36 физкультурников. На золотые значки нормативы сдали 20 человек. Ну, во-первых, в беге я побил свой личный рекорд и в подтягивании. То есть, потянулся 24 раза и пробежал за 3-21. Это для меня тоже новый рекорд. Мероприятие очень понравилось. То есть, очень много народу, все весело, оживленно. В комплексном зачете фестиваля победу одержали представители Сибирского федерального округа. На втором месте спортсмены Уральского. Третий занял Северо-Западный округ. Мероприятие в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» продолжится 31 мая. Свои достижения в различных видах спорта продемонстрируют члены правительства и заксобрания, а также руководители министерств и ведомств.